Секс и вайлланс. Во дворе девятиэтажного дома, возле гаражей ракушек, четверо подростков, им лет по 16-17, бьют ногами парня постарше, который лежит на земле и пытается закрыть лицо руками. В стороне стоят две девушки. Им тоже лет по 16, и они не отрываются, наблюдают за избиением. Уже поздно, около часа ночи, и в окрестных домах светится только несколько окон. Пошли за гаражи по сын, говорит одна из девушек, блондинка с длинными волосами. У обеих в руках по бутылке пиво клинское. Блондинка делает последний глоток и ставит пустую бутылку на землю. Вторая, брюнетка с короткой стрижкой, тоже допивает свое пиво. Они идут за гаражи. «Блядь!» – вскрикивает одна. «Что такое?» Наступило в говно. Обе хохочут. Потом слышно, как струи их мочи падают на землю. Через некоторое время обе выходят из-за гаражей. Драка к тому времени уже закончилась. Избитый парень лежит на траве. Остальные курят. «Ну как, все с ним в порядке?» Спрашивает блондинка одного из подростков. «Все класс. Больше не бой залупаться. А то думаешь, что деловой». Он обнимает ее, а они целуются. «Ну, пора по домам». Он улыбается. Подростки жмут друг другу руки, они расходятся. Блондинка уходит со своим парнем, ее подруга со своим. В подъезде блондинка и ее парень сидят на ступеньках, постелив газету и курят. Парень выбрасывает бычок и обнимает ее. Потом дотягивается до груди и сжимает ее через майку. Она улыбается и бросает свой бычок в дыру под перилами. «Ты что, не надо?» Говорит она. Его рука уже под ее короткой юбкой. «Ну а хули тут такого? А если мама или соседи?» «Твоя мама сейчас, наверное, плющется со своим хачиком». «Не говори так». «Ладно, не буду». Через несколько минут они уже занимаются сексом. Он сидит на постеленной газете, а она подпрыгивает сверху. Вторая девушка, брюнетка, уходит из подъезда и смотрит вверх. С балкона восьмого этажа машет рукой ее парень. Он курит. Она делает ему воздушный поцелуй. Он выбрасывает бычок и уходит с балкона. Бычок падает в нескольких метрах от брюнетки. И она наступает на него каблуком своего босоножка. Она идет вдоль дома. Мимо машины ракушек. Из-за запорожца без колеса с убитыми стеклами выходит парень. Тот самый, кого избивали. У него под носом и на подбородке засовшие кровоподтеки. Привет, говорит он. Девушка громко пищит и разворачивается, чтобы убежать. Он в прыжке бьет ее ногой вбок. Она вскрикивает и падает, уронив сумочку. Как вчетвером одного пиздить, так это нормально? Она смотрит на него снизу вверх, при серной корточке. Парень опять бьет ее ногой вбок. Она кричит. Помогите! Я тебе сейчас нахуй помогу. Он хватает ее за волосы и волочет к ближайшему подъезду. На одном из балконов два пацана лет по двенадцать скурят и пьют из бутылок пива «Балтика номер девять». «Веди ее сюда!» Кричит один. По голосу видно, что он уже пьян. «Счастье приведу, блядь!» Кричит парень. «Ты там еще попизди, уебу!» Парень втаскивает девушку в подъезд. «Смотри мне без шуток!» Говорит он. Она плачет. Он затаскивает ее в лифт. Нажимает кнопку двенадцатого последнего этажа. «Выходи!» Он тащит ее за собой на площадку между последними и предпоследними этажами. «Садись!» Говорит он. Она послушно садится на грязный цемент, покрытый пятнами какой-то высохшей жидкости. Он достает помятую пачку сигарет Ява. Вытаскивает одну. Она сломана. Вторую. То же самое. Третья не сломана и четвертая тоже. Он закуривает сам, зажигая сигарету для девушки и дает ей. «Ты, наверное, ребро мне сломал!» Говорит она, затягивайся. У меня там все горит. «А как они меня пиздили, а ты стояла и смотрела, хорошо было?» Она плачет. «Ну, что с тобой сделать?» Она ничего не говорит. Продолжает плакать. «Разве так можно?» Говорит он. «Доебались не за худо женатого человека. У меня семья, ребенок уже. Ты это знаешь?» Хоть бы слово сказали. Не отстояли и смеялись. «Мы не смеялись!» Тихо говорит она и передвигается к нему. Он смотрит прямо перед собой. Она наклоняется, рассугивает ему ремень. Потом ширинку. Вытаскивая члены, начинает сосать. Они выходят из подъезда вдвоем. На балконе, где стояли двое пацанов, остался только один. Он стоит, задрав голову, и мастурбирует. «Пошли ко мне», — говорит девушка. «Умоешься?» «Не идти же тебе домой с таким лицом». «А кто у тебя дома?» «Мама, но она ничего не скажет, если я объясню, что ты знакомый, что к тебе менты доколупались». Они уходят. К подъезду подходят другие парни и девушка. Им лет по 18. И они модные, дурагадиты. Они начинают целоваться. Подросток на балконе все еще мастурбирует. И это видно снизу. Но сам он никого и ничего не замечает. Его глаза закрыты. «Э-э-э», — громко кричит парень. И подросток одергивает руку и открывает глаза. Девушка хохочет. «Э-э, выпить хочешь?» — спрашивает парень у подростка. «А что у тебя есть?» — отвечает он пьяным голосом. «Все, что ты захочешь, а точнее вот». И вытаскивает из пакета полбутылки красного вина. «Зачем тебе он нужен?» — спрашивает девушка. «Мы и сами можем добить». «То это самое серьезное?» — спрашивает подросток. «Само собой». «Ладно, я сейчас». «Андрей, скажи мне, зачем он тебе нужен?» «Тебя бы возбудило, если бы он подругал твою грудь». «Не знаю, что тут возбуждающего». «Ну, не знаю, ну, что он, пацан еще, я только что дрочил на балконе». «Не знаю, может быть». Подросток выходит из подъезда. Он в рваной баскетбольной майке, шортах и стоптанных шлепанцах на босу нога. «Привет», — говорит Андрей. «Сейчас мы с тобой поделимся». Он делает большой глоток вина из горла, потом передает бутылку девушке. Она тоже отпевает и передает подростку. Тот хватает бутылку и пьет, не отрываясь. Вино течет по воротнику и капает на его голую грудь в разрезе майки. «Класс», — говорит подросток и дебильно улыбается. «А где твоя мама с папой?» «Спят». «А хочешь потрогать ее грудь?» Подросток недоверчиво смотрит на девушку. Она улыбается. «Ну давай, не сы». Подросток протягивает руку и трогает левую грудь девушке через майку. Она улыбается. Андрей тоже. «Разве так?» «Трогают?» — спрашивает он. Смеется. Потом берет руку подростка и просовывает ее девушке под майку. Она по-прежнему улыбается. Подросток сжимает все тоже левую грудь, потом резко отдергивает руку. «Все. Теперь мы уже идти», — говорит Андрей. «До свидания». Пацан поворачивается, делает несколько шагов. Андрей прыгает и ногой бьет его в спину. Пацан падает на ступеньки подъезда. Парень несколько раз бьет его ногой. «В нашем мире ничего не делается просто так. За все надо платить. Запомни это на всю жизнь, мальчик». «Зря ты его так», — говорит девушка. «Он хороший чувак». Она хохочет. Парень тоже. «Побежали скорее ко мне». Они убегают, взявшись за руки. В темноте мелькает ее белая майка. Пацан поднимается, идет в подъезд, промыча на ходу. «Балять, сука, хуисус поганый. Мы еще встретимся, юб твою мать». Избитый парень и девушка сидят у нее на кухне и пьют водку. Он полностью одет. На ней только трусы и левчик. Мебель на кухне старая и обшарпанная. Под подвалком горит тусклая, налипшая пыль и лампочка без абажура. И все углы заставлены пустыми бутылками из-под водки дешевого вина. Они молочу чокают сыренькую с водкой и выпивают. На столе стоит пустая бутылка из-под водки. Парень говорит. «Ну ладно, я пошел, жена все-таки». «Подожди», — говорит она. Парень достает из ржащей на столе пачки Прима без фильтра сигарету. Подходит к окну и закуривает. Девушка наклоняется, берет одну из пустых бутылок. Парень смотрит в окно. Она бьет его сзади бутылкой по голове. Он валится в угол на пустые бутылки. И они со зоном рассыпаются. Девушка берет еще одну пустую бутылку и бросает в него. Она разбивается, а стены рядом с его головой. Она швыряет еще и еще бутылки. Некоторые разбиваются. Некоторые попадают в парня. Но шум прибегает из комнаты ее мать. На ней грязная ночная арбашка. «Ты что, охуела, блядь? Весь дом поднимешь. Посмотри, сколько время. Опять, блядь, милицию вызовут». «А это, блядь, кто?» «Никто. На хуя ты его привела?» Парень весь обсыпан осколками зеленого и коричневого бутылочного стекла. По его лицу течет кровь. «Убирай его отсюда, нахуй!» «Тебе надо, ты убирай!» «А я пойду по ссу!» Она заходит в туалет. Он совмещен с ванной. Стаскивает трусы и садится на унитаз. За дверью мать матерится. А парень начинает стонать. Девушка плачет. Девушка плачет. Убирай ее. Продолжение следует...